Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим кабачки в духовке и сделаем это вообще без капли масла. Серьезно, хоть кабачки у нас и в панировке, но масла мы здесь вообще не используем и тем более ничего не жарим. Кабачки очень вкусные, я уверена, они вам тоже понравятся. Нам понадобится кабачок, твердый сыр, сметана, панировочные сухари, соль и немного чеснока. В принципе, если вы не хотите чеснок, то можно обойтись и без него. Если все же хотите по-чесночнее, тогда чеснок нужно измельчить с помощью ножа или специального пресса. Затем чеснок добавляем в сметану и очень хорошо все это перемешиваем. Да, и еще, конечно же, сметану не забудьте посолить. Кстати, лично я это делаю не всегда, мне очень нравятся блюда без соли и часто я грешу тем, что не досаливаю блюдо. Но как-то мне ближе естественный вкус еды, а не соленый. Дальше, берем твердый сыр и натираем его на терке, лучше всего на мелкой. Можно использовать любой твердый сыр, но обязательно твердый. Например, сыр моцарелла, мой любимый, сюда, к сожалению, не подойдет. Нам нужна именно хрустящая корочка. Теперь натертый сыр складываем в небольшую миску и туда же добавляем панировочные сухари. И все это дело хорошенько перемешиваем. Как вы догадались, это наша панировка. Кстати, если хотите более золотистый цвет, то добавьте сюда немножечко куркумы или красного перца. Теперь берем наш любимый прекрасный кабачок и срезаем с него хвостики. Кабачок нужно нарезать на такие брусочки или на удобные кусочки, которые вам будут приятны и легко есть. Мне кажется, что для этого рецепта больше всего подходят именно брусочки. Снимать кожуру с кабачка или нет, это дело ваше. Я обычно этого не делаю, как вы, наверное, уже знаете. Ну, только в самых-самых редких случаях. Итак, кабачок нарезали. Теперь приходим к финальному этапу. Нам понадобится нарезанный кабачок, наш сметанный чесночный соус и панировка. Берем кабачок, сначала окунаем его в сметанный соус, а затем отправляем в блюдо с панировочными сухарями. Хорошенько окунаем его в сметанный соус, затем щедро обваливаем в сухарях. И выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки. Отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку и готовим примерно 30 минут. Вот такая вот прекрасная хрустящая красота у нас получается. Это один из моих самых любимых кабачковых рецептов. Приятного вам аппетита!